Моя знакомая, очень добрый и отзывчивый человек, придерживается протестантских взглядов, читает Библию, общается на различные темы в интернете в протестантских группах, где люди обсуждают, как правильно понимать Слово Божие, как быть настоящими христианами. В конкретные собрания она не ходит, но к ней приходят иногда свидетели еговы, чьи взгляды ей не по душе и адвентисты. В общем, человек в открытом поиске находится. Православие относится как к одной из деноминаций, чтобы Вы посоветовали посоветовать этой знакомой, чтобы она смогла на своем уровне максимально объективно получить понятие православной церкви. Его истинную красоту, может, книгу какую-нибудь художественную или что-нибудь еще. Сейчас она трансляцию не смотрит, но, возможно, посмотрит в записи. Спасибо, Господи! А что бы Вы посоветовали посоветовать? Лескова. Я бы посоветовал почитать Лескова. Вы тут спрашиваете по поводу художественной литературы или еще, где красота, глубина православия. Я не думаю, что Лесков показывает глубину красоты именно православия с богословской точки зрения. Нет, нет, нет. Ну, понимаете, протестанты очень любят вот эти вишенки на тортике, которые попротив пастора 4, я так немножечко потроллил, да, рассказывать плаксиво и слезливые истории, как вера проявляется в той или другой ситуации в жизни. Каждый, практически, у них проповедь, служение какое-то, заканчивается и вообще содержит в себе и заканчивается какими-то такими вот историями поучительными. И они понимают этот язык, понимают. И если они почитают такие же поучительные истории православные, они просто увидят, что это не какая-то просто другая деноминация. То же христианство, ну, ходят они в рясах, ну, ладно, вешают иконы, ну, ладно. Ну, в принципе, такие же. Нет, нет, они просто увидят, мне кажется, другое, иное, принципиально другое, дух какой-то. Мне кажется, вот через это можно попробовать пойти. Потому что Лесков как раз пишет о жизни православных священников, вот Соборяне, например, роман Лескова. Там рассказывается про жизнь настоятеля храма. И у него еще есть там еще один, второй священник, у которого семеро по лавкам детей. Жену которого Господь… Как там сказано? Там еще юмор-то такой, знаете? Он такой специфический, сейчас скажу. Жену которого Господь возвеселил якоже Ревеку и умножил якоже Рахиль. Во-во-во… Это же из чина венчания. Вот эта фраза, она взята из чина венчания. Когда священник снимает венец с невесты, он говорит, в тот момент она уже жена, когда он снимает с нее венец, он говорит, «И ты, невеста, возвеличися якоже Сара, возвеселись якоже Ревека и умножися якоже Рахиль, веселяющийся о своем муже, хранящий пределы закона, за не тако благоволи Бог». Так вот, кусочек этой фразы. Так вот, жил настоятель храма, протеерей, со своей женой, которая была бесплодной. Вот они вдвоем жили. Был еще один священник, у которого всемирополавкам, и был еще отец дьякон там. Он, по-моему, из малороссов был, украинец какой-то такой. И он был такой здоровый, детина. Вот как они там жили. Их житье-бытье. Это духовенство 19 века. Написано абсолютно живым, таким вот, языком, колоритно, очень красочно. Это, кстати, полезно всем почитать. И православным очень полезно почитать. Посмотри, как жили православные сто лет назад, сто пятьдесят лет назад. «На краю света». Это такая глубина на краю света. Рассказ Лискова или повесть. Ну, рассказ, по-моему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова